Девушки отдыхают В 27 лет Юрий Гагарин стал самой узнаваемой знаменитостью на планете, фактически не человеком, а символом. Всему миру известна гагаринская улыбка и восклицание «Поехали!». Едва приземлившись на колхозное поле под Саратовом, Гагарин перестал принадлежать самому себе. Его жизнь превратилась в череду торжеств и встреч с самыми влиятельными людьми. Простой советский человек пожелал лететь в космос, очень много готовился, тренировался, учился к этому. Слетал в космос и просто оказался в фокусе событий, которые потрясли весь земной шар. Но ведь за этим событием стою не я, а стоит весь наш народ. Слава, которая обрушилась на первого космонавта, могла раздавить любого, но не Гагарина. Он остался самим собой, искренним, чуждым любого пафоса, своим парнем, а потому особенно дорогим для соотечественников. Это программа «Последний день» и я, Борис Щербаков. Сегодня уже известно, что первый полет в космос в апреле 1961 года мог закончиться трагически. Корабль поднялся на орбиту на 100 километров выше расчетной. При снижении кувыркался со скоростью 1 оборот в секунду. При входе в атмосферу загорелась обшивка, и струйки расплавленного металла потекли по иллюминаторам. Напоследок Гагарин чуть не задохнулся в скафандре. И все же ему повезло. Он остался жив. Но всего через 7 лет другой полет, даже не космический, а обычный, тренировочный, закончился гибелью космонавта. Почему так случилось? И почему результаты расследования этой катастрофы засекречены почти полвека? Чтобы разобраться в этом, мы с вами проживем последний день Юрия Гагарина. 26 марта 1968 года, 7.30 утра. Как всегда, Гагарин проснулся без будильника. А вот еще загадку тебе загадаете? Нет ног, а хожу. Тань, нет, а скажу. Когда обедать, когда спать, когда работу начинать. Тихо. Правильно, Гагарин? Правильно. Это не совсем обычное утро. Жена первого космонавта Валентина в больнице. А потому присматривать за дочками и хлопотать по хозяйству приехала ее родная сестра Мария. Юрий Алексеевич быстро собирается, желает своячениться и дочкам хорошего дня и отправляется в столовую рядом с дома. Космонавтам полагалось в рабочие дни питаться в столовой, где врачи-диетологи составляли им специальный рацион. Впоследствии многие пытались выяснить, что ел, а главное, пил, герой космоса накануне рокового полета. И не совершал ли отступлений от режима. Не накануне, а за два дня до того вылета Юрий Гагарин действительно был на банкете по случаю юбилея замполита Центра подготовки космонавтов. Да еще и тамадой отпускал офицерские шуточки, типа там, будем пить за здоровье именинника, пока свое не потеряем, ну и так далее. Однако сам ограничился только бокалом сухого вина. Свидетелей тому человек 70. За семь лет после своего полета в космос Гагарин был вынужден принимать участие в тысячах, если не больше застолий. Поправился почти на 9 килограммов. Но ценой невероятных усилий восстановил форму. Он рвался летать. Обычно я еще хочу много летать в космос. Летать мне понравилось. Хочу летать в мире, в Маршу, по-настоящему полетать. Я скажу, он даже мечтал побывать на Луне. Об этом были у нас разговоры. Хотя он говорил, что я полечу тогда, когда слетает весь первый отряд. И у меня есть много друзей космонавтов, которые рвутся прямо-таки, рвутся в космос, хотят все лететь. Надо же дать возможность и им слетать. Такие устремления в 1963-м, когда Гагарин давал это интервью, были обоснованы. Но в 1968-м уже походили на утопию. Советская космонавтика переживала тяжелые времена. Два года как ни стало легендарного конструктора Сергея Королева и два года ни одного удачного запуска. В единственном стартовавшем корабле в апреле 1967-го года во время спуска на Землю погиб герой Советского Союза космонавт Владимир Комаров, близкий друг Юрия Гагарина. Мы сейчас находимся на вшивой горке у излученной реки Киржач. Здесь постоянно отдыхали после тренировок космонавты. Журналист Сергей Кротов не раз фотографировал друзей Комарова и Гагарина на отдыхе. Здесь, на берегу реки. А неподалеку был аэродром, где проходили тренировки в прыжках с парашютом. Они тренировались, готовились ко второму полету. То есть готовился и Комаров, и Гагарин готовился. Гагарин называл себя дублером у Комарова. Они были очень дружны. Гагарин провожал своего друга Комарова не просто до старта, до закрытия люка, как и положено дублеру, в скафандре. Он был последним, кто видел Комарова живым и сказал ему, до скорой встречи. Тогда Гагарин не подозревал, что эта встреча будет действительно скорой, хотя и не на этом свете. Самолет Гагарин разобьется год спустя под Киржачом, в тех местах, где они с Комаровым готовились к предстоящему полету. Гагарин приезжает в Москву в главный штаб ВВС. Ему предстоит серьезный разговор с начальством. После гибели Комарова сказали, что все, Гагарин космос не полетит, его вывели из груб. Юра надеялся, что это отменят, что это все-таки временное явление. Так уж устроен человек, и особенно наш советский человек, чего бы он не достиг сегодня, завтра ему уже будет мало. И он обязательно пойдет дальше за своей мечтой. Советское политическое руководство не хотело рисковать иконой космонавтики, невероятно успешным инструментом политического влияния. Гагарин служил живым подтверждением превосходства социалистического строя и прорывных успехов советской науки и промышленности. 14 июля 1961 года. Гагарин в Англии. И не где-нибудь, а на завтраке у английской королевы в Букингемском дворце. На столе возле тарелки дюжины самых разнообразных приборов. Ножи, вилки разной формы, щипчики. А лорды вокруг испытывающих смотрят. Как советский космонавт справится с такой ситуацией? Гагарин, заметив эти взгляды, через переводчика обращается к королеве. Ваше Величество, я родился и вырос в простой деревенской семье. И не знаю, для чего на столе столько приборов. У нас вот такой салат едят ложкой. Берет ложку и кладет ею салат к себе в тарелку. Королева, слегка улыбнувшись, тоже берет ложку и обращается к присутствующим. Господа, давайте есть по-гагарински. За семь лет после полета космический первопроходец побывал в 30 странах. И везде его появление вызывало ажиотаж. Так что рисковать жизнью Гагарина в Кремле считали нецелесообразным. Его собственное мнение и стремление вернуться к полетам в расчет не принимались. Пробивался он, ну, просто с боем. По колену в крови, что называется, бился за то, чтобы его включили в программу полетов. На самом верхнем уровне. ЦК КПСС и это. Да, этот вопрос решался на самом высоком уровне. А что тут удивляться? Это Гагарин есть Гагарин. У самого знаменитого человека на планете почти не было личной свободы. Его попытки строить жизнь по собственному усмотрению неизменно терпели фиаско. Однажды Юрий решил съездить к брату в Рязань впервые на автомобиле. И заблудился. Милиционер стоит, он к нему подходит, а он ехал инкогнито. Он не хотел, чтобы никто знал. И он подошел, спросил, вот как проехать на такую-то улицу. Все, он не успел к нам доехать, уже все, и обком, как говорится, и горком, и милиция, и все. В общем, то, что он хотел спокойно, не получилось. Первый шаг навстречу небу Гагарин сделал, когда ему было 7 лет, вот на этом Клушинском поле. Именно сюда кое-как приземлился подбитый в воздушном бою с фашистами советский ястребок. Когда летчик выпрыгнул из кабины, под расстегнутой курткой блеснул орден. Мальчишки облепили пилота, и тот довольно долго отвечал на их расспрос. Позже за героем прилетел его товарищ, а Юра с горящими глазами прибежал к матери. Мама, я тоже буду летчиком. Шла война. Вскоре в деревню вошли немцы. Семью Гагаринах, в которой было четверо детей, выгнали из дома. Сзади дома, на своем огороде, они вырыли землянку, в которой жили год и девять месяцев. Здесь вот около стены палати, внизу, вверху, спали подвое, внизу взрослые, вверху дети постарше, а на печке спали малыши. Болото рядом. Поэтому здесь очень сыро было. Каждый день приходилось ведрами вычерпывать и выносить болотную воду, скапливавшуюся на полу. Ужинать мерзлой картошкой при свете коптилки, сделанной из гильзы от патрона. И бояться. Этой страшной жизни в сырой землянке Гагарин не вспоминал никогда. Не любил рассказывать, как немцы угнали его сестру и брата в Германию, но они чудом остались живы и вернулись. Его любимым воспоминанием детства был летчик с орденом, под кожаной курткой и самолет, который приземлился на колхозном поле. Гагарин уже собирается уезжать из штаба ВВС, когда его вызывают к первому заместителю главнокомандующего. Тот обеспокоен психологическим состоянием космонавтов после гибели Комарова. Юрий догадывается, в первую очередь начальство интересует, что испытывает сам Гагарин. И он убежденно говорит, боль утраты не может повлиять на выполнение профессиональных обязанностей. Но так ли это было на самом деле? Гагарина ждут в звездном городке, но, выйдя из штаба ВВС, Юрий неожиданно направляется в больницу к жене. Валентина удивлена, она ждала мужа только завтра. Ее только что привезли из операционной, дала о себе знать язва, нажитая во время жизни в гарнизоне в Заполярье. Гагарин встревожен, не нашли ли врачи чего-нибудь более серьезного. Но, поговорив с хирургом, возвращается в палату успокоенной. Все страхи позади. Уже после авиакатастрофы Валентина будет вспоминать, как долго Юра сидел около нее в больнице. Как тянул время. Не уходил. С будущей женой Гагарин познакомился во время учебы в летном училище в Оренбурге. Тогда город назывался Чкалов. Нагло бритых курсантов, первогодков только что выпустили из карантина. А тут танцевальный вечер в училище. Юра был сражен взглядом сияющих карих глаз и длинными косами Валентины. По сердцу ему пришлись и простенькое голубое платьице, и застенчивость девушки с веснушками. А вот она некоторое время сомневалась, стоит ли принимать ухаживание Гагарина. И все же через два года они поженились. И молодой муж сразу же уехал служить в Заполярье. Получив диплом фельдшера, отважная Валя приехала следом. Там, в маленьком поселке Лоустари Мурманской области, пока Юра набирался летного опыта в заполярном небе, Валя устраивала совместный быт, ходила беременной через сугробы в морозы и пургу, и родила их первую дочь Лену. Валентина Ивановна, она действительно, понимаете, она рождена для семьи была. Вот она жила только с семьей. Для нее вот Юра, Лена, Галя. У них иногда была, ну как сказать, помощница по дому. Потому что уезжали они иногда за рубеж вместе, по зарубежным поездкам. И Ленка мне нет. Тетя Морося готовит нам, а папе мама сама готовит. То есть папе мама готовила сама. Задолго до полета в космос Юра стал смыслом жизни для своей Валентины. Она знала его, как никто другой. Особенно запомнился день 1 сентября, когда старшая дочь пошла в школу. В этот день Юра смог освободить себя от работы, чтобы вместе собрать и проводить дочь. Встретились с мамой ее друзьями и подругами, дождались первого звонка. Но, к сожалению, таких дней и часов, проведенных вместе, было очень мало. Я думаю, жене, если вот мне так больно, а можете представить, каково жене. После его гибели, ведь многие, сколько десятилетий, никто не говорил правды, что же случилось. И пошли вот эти бесконечные слухи, то одно, то другое, то третье. Гагарин в учебном классе аэродрома получает полетное задание на завтра. Наконец-то ему разрешили два самостоятельных вылета на истребителе МиГ-17. Как он этого ждал? За две недели до гибели Гагарин написал, нет у меня стремления сильнее, чем летать. У него должность была заместитель начальника Центра подготовки космонавтов в полетной работе. Это должность летная. Он должен был обучать и проверять лично подчиненных. Обучать и проверять. А он имел восьмилетний перерыв в полетах. Ему надо было срочно восстанавливаться, чтобы соответствовать должности. Иначе самолюбие не давало спокойной жизни. В декабре 1967-го, почти за 4 месяца до гибели, Гагарин подал рапорт начальнику Центра подготовки космонавтов. Считаю морально неоправданным находиться на должности заместителя начальника полетно-космической подготовки, не имея возможности летать самому. И контролировать летную подготовку подчиненного состава. Полковник Гагарин. Довод был настолько сильным, что никто из высокопоставленных начальников не смог возразить. Сами назначили первого космонавта на такую должность. И с марта 1968-го года Гагарин начал летать. Правда, для начала с инструктором. За две недели успел совершить 18 полетов. Налетал более 7 часов на новом реактивном истребителе. В полетном задании, который Гагарин получил накануне гибели, перед двумя самостоятельными вылетами стоял еще один. Паре с проверяющим. Последний вылет с инструктором. Гагарин был счастлив. Скоро он снова будет с небом один на один. 26 марта 1968-го года. 10 часов вечера. Повозившись в гараже с машиной, после полета в космос ему подарили Волгу ГАЗ-21, Гагарин возвращается домой в хорошем настроении. Сестра жены Мария вспоминала. Он обнял и расцеловал девочек. Сказал им, что мама идет на поправку и скоро будет дома. Пораньше лег спать. Объяснив, что завтра полеты. У Гагарина было умение засыпать мгновенно. И просыпаться ровно тогда, когда нужно. Медики отметили это качество как свидетельство здоровой психики, когда шел отбор кандидатов в отряд космонавтов. Август 1959-го года. Группа специалистов Института авиационной медицины начала поиск кандидатов. Требовались молодые летчики с отличным здоровьем. Рост не выше 170 сантиметров, потому что в космическом корабле тесно, как в танке. Вес 70-72 килограмма. Мы познакомились с Гагарином еще в 59-м году, когда начали проходить комиссии. Здесь, в Москве, в Сокольниках. Заходят. Он и еще один парень. Я его фамилию забыл. Юра представился старший лейтенант Гагарин, Луа Старе, Север. Я ему ответил, старший лейтенант Горбатко, Маркулешт и Молдавия. Из 3146 человек для собеседования были отобраны 347 кандидатов. После дополнительного обследования их осталось 206. После тестов на физическую выносливость 134. Причем многие ушли сами, не выдержали. И к лету 1960 года, когда уже началось обучение, была сформирована знаменитая «двадцатка». Космонавты приехали в АКБ, в Королеву. Королев показывал им корабль, представлял им корабль. И в кабину они все залезали. Первым вызвался корабль идти Гагарин. И он, перед тем, как весь корабль, снял ботинки. Наверное, так и есть. Что тут весь корабль? Конечно, надо снять ботинки, с которых я с улицы пришел. И вот говорят, что Королев с самого первого момента вот его и на него и глаз положил. Началась подготовка к полету. Их испытывали высокими температурами и супернизким давлением. Трясли на вибростенде, сбрасывали в скафандрах в ледяную воду. Проверяли память, находчивость в стрессовых ситуациях, способность переносить не только физические, но и тяжелейшие психологические перегрузки. Проводили спортивные тренировки и парашютные прыжки. Казалось, все идут на равных. Но потом среди лучших стали выбирать еще лучших. Образовалась шестерка кандидатов. И только 12 апреля 1961 года навсегда разделила их на первого и остальных. Желаю вам доброго полета! Вы едете! Пришла к нам классный руководитель, говорит, Тамара, у тебя же дядя летчик, да, говорю. Вот Гагарин Юрий Алексеевич, я говорю, да. Ты знаешь, что он в космосе? Это был для меня такой ужас. В то время космос – это было что-то, ну, что-то страшное такое. Какая-то черная бездна. Я, конечно, упала на парту, заплакала. Ты чего плачешь? Все хорошо, он приземлился, все нормально, он же и здоров. После перехода звукового барьера слышен свист воздуха, слышен свист ветра. Хлоп, я втуда выстрел, ну, катапультировался, я выстрел. Хорошо, мягко, вылетел с креслом, смотрю, стрельнула эта пушка. Велся здесь и парашют, стабилизирующий. Ну, на кресле тут сел, как на втуле. Удобно очень, хорошо. Всего за месяц до этого у Гагаринах родилась вторая дочка – Галочка. Если вас, семейного человека, отца-двух детей послали в космос, значит, правительство, вы были уверены в том, что полет кончится благополучно. Мама первого покорителя космоса, узнав о полете, запаниковала. Выходит, невестка там одна, с двумя малышками? И она как была там в халате, в телогрейке, в тапочках, так и ринулась на вокзал. И сразу поехала туда, на Чкаловскую, к Вале. И она уже в электричке, когда в Монинский поезд же туда ходит, в электричке она уже узнала, что там благополучно приземление сына. Первая встреча с нашей колхозницей. Она сначала немного напугалась меня, но потом мы подружились. Ну, сами себе представьте, вдруг вышел человек в ярко-оранжевом скапандре, идет к ней навстречу. До полета Гагарина ни один ученый мира не знал, как человек будет чувствовать себя в космосе, с какими трудностями столкнется. Всерьез опасались, что может сойти с ума. Для Гагарина даже придумали секретный код, запечатанный в конверте. Если космонавт сумеет в полете вскрыть конверт и опознать цифры 125 и набрать их, значит, разум не пострадал. Правда, соблюсти чистоту эксперимента не удалось. Все, кто знал цифры кода, по секрету нашептали его Гагарину. Людей, посвященных в тайну его миссии, было не так много, но они с такой силой желали ему удачи, так болели за него, как можно болеть только за человека, который тебе невероятно близок и дорог. А меня крестил Юра Гагарин, 13-летним мальчиком. Носил вокруг купели, не просто записан, вокруг купели носил. И поэтому как-то вот это вот не просто кровное, а духовное родство, оно у нас прошло через всю жизнь. Еще даже во время учебы в техникуме, будущий первый космонавт стремился помочь своей семье деньгами. Покупал многочисленным племянникам подарки, которые выглядели настоящей роскошью в деревне. Он приехал на летние каникулы, привез мне маленький трехколесный велосипед. Юра ходил на Волгу, разгружал баржи, чтобы заработать деньги. Причем ходил он в ночную смену. Ночную смену платили больше. Вот таким тяжелым трудом зарабатывал деньги, чтобы потом привезти вот эти вот подарки. За два дня до полета Гагарин написал письмо жене. Если что случится, то прошу вас, и в первую очередь тебя, Валюша, не убиваться с горя. Ведь жизнь есть жизнь, и никто не гарантирован, что его завтра не задавит машина. Береги, пожалуйста, наших девочек. Люби их, как люблю я. Надеюсь, что это письмо ты никогда не увидишь, и мне будет стыдно перед самим собой за эту мимолетную слабость. Отдать такое письмо в чужие руки, чтобы передали в случае гибели, Юрий не мог. Как же и когда оно попало к Валентине Гагариной? Я боялась Валентине Ивановне задать этот вопрос. И вот, ну, может быть, недели две назад буквально я ей звонила, разговаривала. Я говорю, а почему вы его получили после гибели? Она говорит, нет. Я его вскоре после полета обнаружила. Когда стала разбирать его чемоданчик по тревоге, я, говорит, у него спросила, Юр, когда прочла, говорю, Юр, а что делать с этим письмом? Сказала, порви и выбрось его. Я, говорит, его не порвала и не выбросила. Я, это самое, оно осталось у меня. 27 марта 1968 года, 7.40 утра. Гагарину остается жить меньше трех часов. В эти последние мгновения настроения у первого космонавта приподняты. Наконец-то он будет вновь летать самостоятельно. Гагарин так торопится вернуться в небо, что забывает об одной мелочи. Летчики очень суеверны. Впрочем, как и артисты. Обращают внимание на приметы. Когда Гагарин вышел из дома и направился к столовой, обнаружил, что должен вернуться. А его товарищи по отряду космонавтов в этот момент во дворе делали зарядку. Увидев Юрия, начали шутить. Как, уже слетал? А когда узнали, что первый космонавт вернулся за забытым пропуском, стали отговаривать. Тебя-то и так пропустят. А возвращаться – плохая примета. Но Гагарин не послушал. Аэродром – режимный объект. И самый знаменитый человек планеты не считал себя вправе нарушать режим. 8.35 утра. Гагарин прошел медицинский осмотр. Все как обычно. Зев чистый, носовое дыхание свободное. Температура 36,6 градуса. Частота пульса 64 удара в минуту. Артериальное давление 120 на 70. Через несколько минут еще одна проверка и тот же результат. 10 утра. Гагарин сидит на переднем сидении спаренного самолета, так называемой «спарки». Время вылетать, но инструктора Серегина еще нет. Гагарин, конечно, в передней кабине так обучаемым положено. Инструктор Серегин в задней кабине, он был проверяющий. Для Гагарина этот полет был контрольный перед самостоятельным. А тем временем полковник Серегин о чем-то очень нервно спорит с начальником Центра подготовки космонавтов генералом Кузнецовым. Серегин, будучи задержан начальником Центра Кузнецовым, опоздал на полеты, будучи инструктором. Он проверяющий инструктор, командир полка. Я опоздал и вылется, стоялся на 27 минут позже планового. Это недопустимая вещь. 10 часов 18 минут. Руководитель полетов дает разрешение на взлет. Спарк мчится по взлетной полосе и через 15 секунд отрывается от земли. В полете Гагарину предстоит выполнить несколько упражнений, на которые отводится 20 минут. Но, очевидно, из-за того, что вылет задержался, экипаж спешит. Уже через 11 минут Гагарин сообщает, 625-й, задание в зоне 20 закончил. Прошу разрешения разворот на курс 320. Курс 320 означает домой, на аэродром. 625-й, позывной Гагарина. Руководитель полетов не против. 625-й, разрешаю. Гагарин отвечает, как положено. 625-й, понял, выполняю. Это его последние слова. Что же происходит дальше? Есть множество версий, которые все специалисты, связанные с небом, обсуждают до сих пор. Самые такие громкие версии, известные, это потеря сознания экипажем, якобы от кислородного голодания. Потом отказ двигателя. Ну и вот это вот мудреное попадание в штопор. Из-за пролета, якобы постороннего самолета, рядом с самолетом Гагарина. Которую он увидел и шарахнулся так, что сам себя угробил. Для меня это неприемлемая версия. Ни та, ни другая, ни третья. Не было как бы оснований. А вот потери пространственной ампировки, при случайном, непреднамеренном попадании в облако, а погода была сложная, это дело обычное. Член государственной комиссии, сформированной в 1968 году, для расследования катастрофы Арсений Миронов убежден. Всему виной человеческий фактор. И в воздухе, и на земле. Опоздание. Пылет в неподходящую погоду. Начало пилотажа уже вверху. В облаках, когда по заданию без облаков. Неподготовлено Серегина к таким условиям, в которые они попали. Плохая дисциплина в аэродромной бригаде управления полетом. И таких из бронебойных обстоятельств, которые нельзя провернуть. Парадокс. Но в состав комиссии по расследованию вошли те люди, которые имели шансы понести суровую ответственность, если бы факты, обнаруженные экспертами, были обнародованы. Так как сама катастрофа связана с фамилией мирового значения, то все они труханули. Было негласное решение затушить комиссию, поскольку она неблагоприятна для большинства расследователей военных. Так это и сделано. А в корне всего лежит понимание высших людей и в комиссии, и высшей комиссии, что если донести до массы, до начальства фактический беспорядок, который творился в таком полку элитном, то надо всех сажать. 27 марта 1968 года. 10.35 утра. На земле еще никто не подозревает, что произошла катастрофа. Диспетчер по ошибке ведет другой борт, принимая его за самолет Гагарина и Серегина. И лишь спустя несколько минут осознает, 625-й не выходит на связь. По тревоге поднимают вертолеты. Через 4 часа одному из них удастся обнаружить следы катастрофы. Начнется правительственное расследование, выводы которого так никого и не удовлетворили. А большая часть результатов засекречена до сих пор. Это кажется невероятным, но спустя почти полвека нам удалось разыскать свидетеля последних минут жизни Юрия Гагарина. И этот свидетель впервые решился рассказать об этом перед камерой. Житель Киржача Виктор Понятов помогал отцу чинить антенну на крыше своего дома. Было примерно половина 11 утра. Мы только успели с отцом закрепить две растяжки, вдруг слышим звук самолета. И когда он вынырнул из-за этого облака, мы увидели, что за этим самолетом тянется парашют. Вот размер парашюта в три раза больше, чем сам самолет. И вот летит перед нами на открытом чистом небе и уходит вот туда. Отец говорит, пошел в сторону Новоселова. И не дай бог, если он упадет на деревню. И в это время послышался глухой удар. И даже вот наш дом, где мы находились, он даже несколько задрожал. На утро, услышав по радиосообщение, при выполнении полета трагически погиб Гагарин, отец Виктора, бывший НКВДшник, сказал сыну, запомни, ты ничего не знаешь и ничего не видел. Так что тогда, в 1968, единственными свидетелями катастрофы оказались березы со срезанными верхушками. Но они молчат. Сейчас уже, вот о прошествии стольких лет после его гибели, может, я не говорю, что стала как-то вот эта трагедия забываться. Нет. Боль эта, что ушла, тоже нет. Но она куда-то запряталась очень глубоко, понимаете. И прорывается эта боль, когда какие-то вот бывают такие мероприятия, когда, ну, бывает такое, что вот вырвется так, что, ну, кричать хочется. Знаете, каким он парнем был, тот, кто трубку звездную открыл. В пламени был и гром замер космодром. И сказал негромко он, он сказал, поехали. Он взмахнул рукой, словно вдоль по Питерской, Питерской, ранёшься над землёй. Любому актёру известно, как трудно играть положительных, хороших героев. Зритель почему-то любит плохих парней. Гагарин – редкое исключение. Особый случай. От него исходила удивительная мощь излучения добра, правды, честности. И до сих пор при взгляде на портреты Юрия Алексеевича невозможно не ощущать глубокую внутреннюю силу этого хорошего парня. Никто не может с точностью сказать, почему выбор пал именно на Гагарина. Но никто и не усомнился в верности этого выбора. Гагарин не просто слетал и стал первым. Он передал миру из космоса свой искренний восторг полётом, невесомостью, красотой нашей планеты, даже не зная, вернётся он назад или нет. Земля. Я космонавт. Наблюдаю землю, различаю складки местности, лес, реки, облака, облака путевые, кругом всё красиво, красота. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова